Начался октябрь, и сейчас давайте прикинем, что же нас ждет в октябре на фондовых рынках. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я недавно смотрел сайт MarketWatch на английском языке, достаточно известный и популярный. И здесь наткнулся на статью. Мнение. Сентябрь был ужасным месяцем для фондового рынка. И что же нам ожидать от сентября? Что пишут в этой статье? Ну, здесь вы видите, что в иллюстрации наглядно американские горки, которые в Америке называют русскими, кстати. И о чем статья? Смотрите, ожидается, что октябрь – это месяц достаточно сильных движений, и они статистически развенчивают мифы. Миф первый. Октябрь – это месяц, на котором большинство мощных трендов меняются на противоположные. Вот такой миф существует, и они говорят, что это просто неправильно. Потому что они подвели статистику, и по статистике с 1900 года 9 изменений в тренде, да, происходило. Но в сентябре их было 10, а в ноябре также 9. Но справедливости ради надо сказать, что в других месяцах все-таки было поменьше. Но, собственно говоря, октябрь не является месяцем, когда обычно меняются тренды. Ну, так сказать, могут меняться, могут нет. Миф второй. Октябрь – это заканчивает 6-месячный, ну, нехороший период. Вот. Существует мнение, опять же, поговорка, что sell in May and go away – продавай в мае и уходи, потому что ничего хорошего не будет. И когда же начинать покупать? Ну, начинать покупать считалось, что надо в октябре, потому что там рождествен сгорали и так далее. И здесь, смотрите, какая интересная статистика, опять же, начиная с 1896 года, по всем годам. Действительно, если за все годы считать, то, в принципе, в среднем с ноября по апрель прибыльность фондового рынка в среднем выше, то есть она 5,3, а с мая по октябрь 1,9 – это средняя доходность фондового рынка. И говорят, да, yes. Но, что еще интереснее, что третий год президентского цикла в США дает следующий результат. 10%, больше 10% с ноября по апрель рост фондового рынка и 0% с мая по октябрь. Тоже действительно так. Но, первый, второй и третий годы президентского цикла в США, имеется в виду, с ноября по апрель 3,6%, с мая по октябрь 2,5%. И, в общем-то, они делают вывод, что, в общем-то, никакой статистически значимой разницы они не находят. Ну, сейчас, вы знаете, в США первый год президентского цикла, поэтому, в общем-то, тоже ничего особенного не ожидается. Не ожидается сильного роста, не ожидается сильного падения. А что же ожидается? А вот интересно следующее наблюдение. Что происходит в октябре? А вот в октябре, отбросив эти два мифа, мы можем сфокусироваться на той истине, что октябрь – это наиболее волатильный месяц в календаре. И вы это можете увидеть в следующей статистике. The standard deviation of Dow Jones daily change since 1896 года по месяцам. Что это такое? Значит, смотрите, средний, standard deviation – это среднеквадратическое отклонение индекса Dow Jones. Почему индекса Dow Jones, а не S&P 500? Потому что индекса S&P 500 не существовало в то время, а существовал только индекс Dow Jones. Так вот, по наблюдениям с 1896 года, среднедневное, дневное, да, daily changes, то есть дневные колебания индекса Dow Jones Dow Jones от среднего значения в октябре, посмотрите, вот он, октябрь месяц, намного выше, чем в январе, феврале, в марте. Вот, очень высокая, значит, волатильность. Потом апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь – очень высокая волатильность. А обычно возникает, вот в ноябре, октябрь – ноябрь – самая высокая. Так что, будем радоваться. И что это значит? Это значит, что, ну, очень интересные ситуации будут возникать, особенно, ну, на срочном рынке все будет очень-очень интересно, поэтому наблюдайте, поэтому старайтесь уловить эти моменты. Ну, что я могу посоветовать? Я могу посоветовать, не забывать ставить стопы. И если вы, смотрите, вот вы думаете, так, хорошо, значит, индекс там, не индекс, а фьючерс, скажем. Какие фьючерс самые популярные на нефть и на РТС? Если вы ожидаете, что фьючерс пойдет вверх, хорошо, ставьте заявку, так сказать, там, на покупку, там, или стоп-заявку на покупку, там, take profit, да, но при этом не забывайте ставить заявку стоп-лимит. И, если у вас, вы угадали, не спешите закрывать, не спешите фиксировать прибыль, поднимайте стоп-заявочку вверх, потому что волатильность большая, она может выскочить далеко вперед и потом грохнуться назад. Именно это мы и наблюдали в последние дни. Вот прямо сейчас я могу показать наглядно эту волатильность. Так, вот по нефти, 4-х часовая, сейчас я ее вот так. Вот последние дни, ну вот сентябрь, октябрь. Ну, надо сказать, что здесь, вот, посмотрите, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Ну, очень высокая волатильность по сравнению с тем, что было, вот, скажем, летом. Хотя нет, тоже, в общем-то. Вот, ну, говорят вот так, по крайней мере. Еще раз, не забывайте ставить стоп-заявки и двигать их. Ну, а о том, как ставить стоп-заявки, если вы не знаете, что это такое, то я рассказывал на курсе «Биржа для чайников». И ссылочку вы, как всегда, можете вот там увидеть. Курс, значит, «Биржа для чайников» и опционы. Опционы – это больше о том, как торговать как раз на фондовом рынке, и то, и на срочном рынке. И то, и другое я вам очень рекомендую, если вы не начинали торговать, если вы ничего в этом не понимаете, я очень рекомендую начать именно с этого, с изучения. Потому что, ну, на мой взгляд, это самый лучший курс вообще в интернете, который я видел по обучению, работе с биржей, с фондовым рынком, и со срочным рынком. Потому что, ну, остальные, то, что я видел там, мы за три дня вас научим, мы за четыре дня научим, ну, а тут курс на полтора месяца. То есть полтора месяца «Биржа для чайников», и еще полтора месяца – это курс по опционам, по срочному рынку. Все в подробностях вы будете знать, вы после этих курсов будете знать. И курсы, надо сказать, что намного дешевле, чем у конкурентов стоят. Это пока, потому что, ну, я уже планирую потихонечку повышать стоимость, потому что в эти курсы входит еще и обратная связь. То есть вы подключаетесь к чату автоматически, ничего за это не доплачивая, и можете задавать там вопросы всем и получать ответы. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Не забывайте подписываться и ставить лайки.